Ремонтные работы начались на внутридворовой территории, на пересечении проспектов химиков и строителей. Здесь уже вовсю орудует бригада дорожной службы. Сейчас снимают старое асфальтное полотно. Ездить по нему в последнее время было практически невозможно. Дороги в ужасном состоянии. Заметно, что их начали ремонтировать, конечно. Ну, надеюсь, сделают хорошо и не будет такой проблемой больше. Всего к юбилею города предстоит отремонтировать 104 двора, включая 11 транзитных дорог, а это более 170 тысяч квадратных метров. Некоторые участки дорожного полотна заменят полностью. Работают две бригады по укладке бордюрного камня, переведенных в порядок колодцев, поднятия люков. И видели, наверное, по всему городу идет ямочный ремонт, тоже силы на Алексеевском строю. Цена вопроса – 420 миллионов рублей. Часть работы уже проделана. Но среди горожан есть и те, кто даже в плюсах найдет минусы. Ну, ремонт-то – это, конечно, хорошо. Но, во-первых, его делают не вовремя. Это в часы пик. И пробки создают просто бешеные. Ну, и, во-вторых, колеи хотя бы могли заделать, а не только ямки. Как говорят специалисты, заделают все, на что денег хватит. Однако упор делают на внутридворовые территории. А тем, чьи районы не вошли в заветный список, расстраиваться рано. По словам мэра города Айдара Медшина, если резерв в 79 миллионов рублей не будет израсходован, то эти средства могут пойти на ремонт участков, не вошедших в план. Евгения Потуржанская, Никита Бобров, Артем Рябов, телеканал «Нефтихим». Редактор субтитров А.Семкин